Современная медицина позволяет добиться выздоровления при любом поражении суставов. И если на ранних стадиях развития патологии это может быть консервативное лечение, какие-то упражнения, то позднее, когда состав уже теряет свою функцию настолько, что каждое движение вызывает мучительную боль, то здесь вот в прямом смысле слова может стать речь о спасении жизни и замене разрушенного сустава. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Знакомьтесь, дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Николай Измалков, главный врач клиник СамГМО, кандидат медицинских наук, доцент. Здравствуйте. Мы хотим поговорить сегодня с вами на тему движения жизни. Скажите, Николай Сергеевич, что все-таки приводит к разрушению сустава? Это возраст, это травмы, это какие-то большие нагрузки. Что в первую очередь? Я думаю, что в первую очередь мы сейчас должны поговорить о патологии крупных суставов, потому что они очень распространены, наиболее болезненно воспринимаются, потому что, значит, улучшают качество жизни. И здесь, безусловно, травмы и возраст, и неправильный образ жизни, конечно, лидируют. Потому что даже у условно здорового человека, который не проявляет большой двигательной активности, ведет малоподвижный образ жизни, имеет избыточный вес, нагрузки, даже физиологичные, они все-таки повышены. И любая какая-то стрессовая ситуация, связанная с внезапно возникшим желанием заняться спортом, неожиданно и без подготовки соответствующей, может привести к травме, которая в дальнейшем усугубит развитие вот тех хронических заболеваний, которые у человека, может быть, были, о которых он не знал. Плюс последний год-два мы все-таки видим значимое увеличение, ну, скажем так, постковидных осложнений. Потому что и сам ковид переносился различными людьми с разной степенью сложности этого процесса. И сопутствующая гормональная терапия тоже не добавляла ничего хорошего. Даже за последние, можно сказать, полтора-два года у нас больше 50 пациентов было прооперировано с асептическим некрозом головки большеберцовой кости. Были установлены эндопротезы забедренного сустава именно в качестве такого постковидного осложнения. Вы знаете, в фитнесе часто слышу даже от молодых, от 30-летних, что болит просто невозможно. Тут болит, там болит. Приходится колоть гиалуроновую кислоту в суставы. А молодеет, получается, болезни суставов все-таки? Есть такая тенденция? Я бы сказал, что да, тенденция, к сожалению, есть. Наверное, это и с образом жизни связано, и с нашим питанием, и с теми нерациональными нагрузками, которые мы несем. Потому что даже не говоря о большом спорте, говоря о занятии в фитнес-центрах, все-таки нужно грамотно, рационально, и я уверен, что с инструктором подходить к выбору программы и дозировать тех нагрузок. А когда человек без разминки, без подготовки сразу пытается идти на самостоятельно себе просчитанные рекорды, то вот тут мы как раз и видим какие-то сложности. На минутку еще останемся в фитнесе тогда, раз уж заговорили. Ну, сейчас модно, сейчас стильно, такой сейчас тренд иметь красивое тело, накаченное, поэтому это многие уделяют внимания. Это очень хорошая вещь. Вещь-то хорошая, но вроде как бы считается, что это можно очень легко сделать двумя способами попить специальные коктейли протеиновые и поднимать тяжести. Вот я по поводу как раз тяжести и насколько себе действительно вот люди потом наносят травмы непоправимые. Ну, я еще раз акцентирую мысль на том, что любая нагрузка должна быть просчитанная и организм должен быть к ней подготовлен. Потому что если мы занимаемся регулярно, постоянно, имея некую систему, занимаемся после подготовительных упражнений, это все идет во благо. А если человек, который до того ничего подобного в своей жизни не делал, но в Новый год дал себе обед, пошел в тренажерный зал, поднял штангу, то, конечно, это прямой путь к попаданию в лечебное учреждение. Да, небезопасно и безобидно, поэтому мы вот остановились на этом чуть дольше, может быть, чем следовало. Николай Сергеевич, ну а все-таки, что неужели нельзя без операции поставить человека на ноги? Иногда можно. Есть целые направления медицинской реабилитации. В клиниках, например, есть отделения, даже два, стационарное и амбулаторное, по реабилитации пациентов с нарушениями функции опорно-двигательной системы. И очень многие проблемы решаются путем укрепления мышц, путем… Ведь даже когда мы говорим о самой анатомии суставов, по сути, гиалиновый хрящ, которым сустав покрыт, это, ну, можно условно представить как некую такую твердую губку. И питание хряща идет под нагрузкой. Если человек физических нагрузок не имеет, то любой орган, который не работает, он со временем атрофируется. Поэтому правильно подобранные упражнения, гимнастика, они укрепляют и иногда на каких-то начальных стадиях заболевания позволяют предотвратить развитие серьезных осложнений. Другое дело, что очень часто люди к врачу обращаются не с целью какой-то профилактики, а тогда, когда боль становится уже нестерпимой. И вот тогда уже приходится вплоть до хирургических методов лечения применять. Ну, тогда о них сейчас, наверное, и поговорим. Сразу я только напомню нашим зрителям, что сегодня у нас в студии Николай Измалков, главный врач клиник САМГМО. Вы уже называли понятие, термин эндопротезирование, эндопротез. Что из себя представляет этот эндопротез? Что это такое? Эндопротез – это, если мы говорим об эндопротезировании суставов, по сути, это искусственный сустав, который выполнен из металлических сплавов, либо каких-то полимерных материалов, либо керамических материалов. И по своей функции, да и по внешнему виду он, как правило, очень похож на родной сустав тела человека. И при необратимых повреждениях сустава, когда мы, например, про тазобедренное говорим, при коксартрозе третьей, четвертой степени, когда уже нет надежды на полноценное восстановление функции, ну, приходится убирать поврежденные компоненты, ставим вместо них искусственные. Я знаю, что в клиниках очень большое внимание, просто акцент уделяется вот именно этому направлению, замене суставов, что вы используете новые технологии. А где эти технологии берутся, откуда их получают доктора? Да, действительно, мы ставим не одну сотню суставов в год. Это делает два отделения травматолого-ортопедических. Показания могут быть разные, начиная от перелома шейки бедра в пожилом возрасте, когда эндопротезирование является, ну, по сути, единственным таким способом быстро поставить человека на ноги, до вот каких-то там астептических некрозов после ковидных осложнений. Делаем мы это как, используя классические тактики, я имею в виду заводские компоненты эндопротезов. Мы работаем четырьмя производителями, подбирая для каждого конкретного пациента именно ту модель сустава, которая с клинической точки зрения подходит ему лучше всего. Но и, пожалуй, Самарский государственный медицинский университет первым в России начал масштабно заниматься именно производством индивидуальных эндопротезов, потому что зачастую получается таким образом, что стандартный компонент нет возможности установить. Есть какой-то большой дефект костной ткани, есть воспалительный процесс, инфекция, которая поедает кость, и стандартный компонент просто негде закрепить. И тогда вот приходится применять новые технологии. Как они рождаются, я думаю, что в совместном взаимодействии врачей, инженеров-конструкторов и техников, потому что в структуре нашего университета есть НИИ-бионики, есть Институт инновационного развития. Там большое количество и IT-специалистов, инженеров-конструкторов, разработчиков, и туда же входят врачи-клиник. — Ну вот особенность-то клиник как раз в том, что у вас практика тесно срощена с наукой. — Совершенно верно, потому что нужно здесь не просто сформулировать техническое задание для станка с ЧПУ, а сделать это с максимально просчитанной медицинской точки зрения, но и еще понимать реальную потребность и конфигурацию того, что мы хотим получить на выходе. — Давайте мы сейчас вместе со зрителями сходим на экскурсию в отделение клиник и посмотрим на самом деле, как происходят операции. — Попробуй ножку согнуть, я посмотрю. Отлично. Разгибайте. Елена Кужилина по дому все делает сама, но последний год каждое движение отзывалось нестерпимой болью в колене. Стало понятно, что операция неизбежна. Предстоящее вмешательство тревожило. Женщина изучила информацию и даже представляла, как все будет проходить. — Я вот пришла 3 июня, ну а 4-го все была операция. Главное позади, у меня хороший настрой. И я как вот обратила внимание, что я чувствую, что все будет. Потому что недаром говорят, женская интуиция. Вот понимаете, вот чувствую, что все будет хорошо. Ходить как раньше сразу не получится. За время болезни сустава мышцы отвыкли от привычной функции. Но движение восстановится при условии, что пациент будет трудиться и выполнять рекомендации. В случае с Еленой прогноз позитивный. Иногда же ортопедам клиник Самарского государственного медицинского университета приходится менять эндопротезы, установленные где-либо ранее. Такие случаи сопровождаются значительными разрушениями кости. И здесь может помочь только индивидуальное протезирование с учетом этих дефектов. Врач отправляет результаты КТ инженеру для изготовления 3D-модели. Эту 3D-модель они потом воспроизводят в виде вот такой пластиковой фактуры, где мы видим четко один к одному тот дефект, который мы встретим или имеем у нашего пациента. По сути, эти модели – это уже финальный этап проектирования, потому что изначально мы с помощью специальных программ мы проектируем компонент. Вот наш спроектированный компонент – это тоже модель из плесеглаза, то есть вариант такой, как бы из пластика. И это нам инженеры делают для того, чтобы мы могли до операции понимать, как встанет наш дефект, то есть как его спозиционировать, как его поставить и так далее. Далее компонент такой же формы делают уже из титана. Он приходит в стерильные упаковки. Но пластиковую модель также берут в операционную. При кажущейся простоте эндопротез не конструктор лего. Недостаточно вставить одно в другое. Важно выверить глубину и угол установки. Поэтому во время операции хирург несколько раз прибегает к помощи 3D-модели. Благодаря тому, что в университете есть собственные НИИ, бионики и персонифицированные медицины, весь процесс от изготовления до установки проходит максимально быстро. А это залог успешного результата лечения. Мы возвращаемся в студию. Сегодня у нас в гостях Николай Измалков, главный врач клиник САМГМУ. Мы говорим о протезировании суставов. И пока что мы говорим в основном о протезировании плечевого и коленного суставов. Правильно? Тазобедренного коленова. Тазобедренного. Правильно. Вот прочитала такую информацию, что ориентировочно год назад в клиниках впервые выполнены операции ревизионного эндопротезирования коленного сустава с использованием специальных эндопротезов, читаю, чтобы уже ни в чем не ошибиться. Но вот слово «ревизионных» сразу зацепило. Что такое ревизия? Что это означает? Слово «ревизия» означает повторное протезирование. Когда человек уже был установлен протез, но либо срок службы его истек, либо что-то пошло не так в какой-то период жизни, или сразу после проведения вмешательства возникло какое-то инфекционное осложнение, произошла травма на фоне установленного уже протеза, то вот повторная операция, она технологически гораздо более сложная. И здесь, ну вообще, наверное, сейчас к эндопротезированию может быть даже такое немножко легкоповерхностное отношение, не совсем оправданное, потому что понятно, что технологически операция отработана. Но все-таки вот мое глубокое убеждение, что есть строгие показания, это во-первых, и во-вторых, заниматься этой все-таки достаточно сложной технологией должны люди, которые делают много таких операций. И если человек делает, ну, меньше, не знаю, 500 операций в год, наверное, его мануальные навыки не так высоки относительно врача, который делает это постоянно. А сейчас мы видим, что и некоторые коммерческие учреждения, и вплоть до, там, в центральных районных больницах занимаются эндопротезированием, но когда это 10, 15, 20, ну пусть даже 50 операций в год, мануальный навык, да, конечно, не так выработан, и приходится зачастую заниматься, ну, неким, может быть, устранением отдаленных последствий, связанных с вот этими особенностями первичного протезирования. Поэтому ревизия – это повторная операция, которая технологически более сложна, чем первичная. А вот если касаться вот этой операции, которая впервые, ну, наверное, после этого уже за год такие операции уже вы начали проводить, да, в чем особенность вот этого вот эндопротеза, который для нее применялся, для этой операции? Если мы про ревизионное эндопротезирование говорим, то, как правило, ситуация у всех пациентов достаточно уникальна и нестандартна. Опять же, причины могут быть разные – инфекция, травма на фоне установленного протеза или еще какие-то вещи, но нужно, во-первых, убрать стандартный компонент, во-вторых, поставить новый, и он уже зачастую стандартным быть не может. Есть дефект костной ткани, есть какое-то укорочение сегмента, нужно делать какие-то там проставки, вкладки, стыковать эти компоненты друг с другом. Есть заводские изделия, но, с одной стороны, все-таки их не так много компании-производители в мире выпускают, и с другой, собирая какую-то сложную конструкцию из нескольких изделий, мы всегда получаем не такую стабильность, которую хотелось бы. А если мы индивидуально под человека изготавливаем имплант, который полностью конгруентен, ну, то есть полностью соответствует оставшейся у этого пациента костной части, то жесткая монолитная конструкция обладает гораздо большей степенью надежности. Ну, как это делается технологически? Просвечивается сустав, потом как-то переносится? Значит, технологически мы делаем КТ-исследования. На основании КТ делается 3D-модель поврежденного сустава пациента. После этого на 3D-принтере делается пластиковая модель всего сегмента, конечности которой будет подвергаться операция. И рассчитываются параметры тех изделий, компонентов, которые будут установлены. Дальше есть глобально две возможности. Нагруженные, нагружаемые компоненты, ну, такие как, например, коленный сустав, тазобедренный, там, височно-нижнечелюстной, где большие физические нагрузки, мы изготавливаем из титана. У нас есть два специальных принтера, в которые я, может быть, объясню немного утрированно, ну, понятно, зрителям, да. В принтер засыпается порошок с микрогранулами титана, и дальше лучами лазера этот порошок спекается слоями по 3 микрометра. Таким образом можно вырастить конструкцию любой сложности. То есть то, что мы ставим... Можно весь скелет? Технологически, я думаю, да. На практике вопрос приживаемости. Но здесь мы делаем конструкцию любой сложности. Она может быть фигурной, пористой, с нужной формы. И это титановый сплав. Менее нагружаемые суставы или поверхности мы делаем из керамики с оксидом циркония. Это уже такая тоже порошкообразная масса, которая прессуется, обжигается, обтачивается, полируется. И таким образом мы делаем, например, суставы пальцев, ну, начиная от суставов пальцев, заканчивая плечевым суставом. То есть на текущий момент в клиниках мы можем протезировать любой сустав тела человека. У меня сейчас такое ощущение, что я смотрю фантастический фильм. Правда, звучит это все совершенно невероятно. За два года производства университет больше 500 таких эндопротезов изготовил. И они сейчас устанавливаются не только в клиниках, но и в других лечебных учреждениях и города, и региона, и страны. Вот больше, например, 50 суставов таранной кости мы отправили в Институт Бурденко в Санкт-Петербурге. Потому что при именно-взрывной травме, в общем-то, это тоже один из них. Вы все не отправляете, чтобы самарским пациентам... У нас большие производства сномочности. Отлично. Звучит действительно фантастически. Пациент заменил сустав. Вроде бы все позади. Хочется встать и побежать. Что на самом деле, какие осложнения могут подстергать вот на этом пути, на пути реабилитации? На самом деле, этап реабилитации не настолько сложен, как многим представляется, особенно при наличии специальной подготовки предоперационной. Вот, например, для, ну, скажем так, молодых пациентов, физически развитых, у нас есть определенная фаст-трек технология, когда мы готовим пациента за 2-3 недели до операции, укрепляем мышцы, обучаем упражнениям, которые он должен делать, обучаем каким-то рутинным навыкам, как правильно вставать на начальных этапах, как правильно, я имею в виду, вставать с кровати, например, на пол. Как правильно сидеть, как правильно ходить. И дальше сам процесс госпитализации операции укладывается в два, ну, максимум в три дня. То есть человек к нам поступает, мы его прооперировали, выписали, и он уже подготовлен, заканчивает заниматься в домашних условиях, и все у него хорошо. Ну, понятно, что не надо садиться на шпагат, заниматься гимнастикой. Сразу после операции не надо ездить на велосипеде. Это можно будет делать позже. Но это все входит в курс, как бы, обучения. И не усердствовать, наверное, да, хочется сразу быстро. Хорошо. Сейчас популярная идея о человеке, тело которого частично роботизировано. И вроде как бы за этим будущее. Что вы об этом думаете? Интересный вопрос. Потому что, если мы говорим про бионические протезы, они сейчас, как правило, все-таки это больше относится к экзопротезам, когда протезируется утраченный сегмент конечности. Наш университет тоже работает в этом направлении. И здесь у нас есть соответствующее оборудование для изготовления гильзы на оккультю, такой адаптивной. И есть совместная сейчас работа по экзопротезированию кисти. Но если возвращаться к эндопротезам, здесь, наверное, термин бионический так меньше применим. Хотя вот из области научных разработок и каких-то перспектив у нас есть следующая группа, которая сейчас работает над возможностью стыковки экзопротеза. Но напрямую вот в кость оставшегося сегмента конечности. Когда не гильза одевается, условно, ремнями пристегивается, какие-то датчики ставятся, а какая-то ответная часть имплантированная в тело. И к ней уже можно пристегнуть контактную группу, укрепление. И это будет выглядеть гораздо более эстетично, ну и функционально. Николай Сергеевич, а что, какие причины побуждают пациентов отказываться от операции? Есть же, наверное, такие у вас? Есть. Но здесь, наверное, в первую очередь некий страх от масштабного вмешательства. Хотя я бы не сказал, что таких пациентов много. Все-таки это, если мы говорим про эндопротезирование, это операции, имеющие достаточно строгие определенные показания. Это состояние, значимо ухудшающее качество жизни человека, когда он не может нормально передвигаться, ходить, сидеть, ему больно это делать. И если пройдены уже все этапы диагностики, если есть понимание, что эндопротезирование является необходимым следующим шагом, шагом, но отказов не так уж и много. Ну, есть, наверное, и обратная история, когда человеку боли мешают, и ему кажется, что проще сустав сразу заменить, нежели попытаться как-то полечить его. Мы уже частично об этом говорили, что есть некая легкость к данной проблеме, может быть, даже не всегда оправданная. Все-таки часть состояний, они купируются физической подготовкой и реабилитационным комплексом. В завершении такой, может быть, легкомысленный вопрос на самом деле нет. На основании исследований, которые провели в Европе, ученые создали такую ростовую куклу Эмму, некий прообраз офисного работника через 20 лет. Значит, что из себя она представляет? Варикоз, отеки, обвисший живот, горб на спине. И специалисты говорят, что этого невозможно избежать, потому что к этому идет весь образ жизни сегодняшнего человека, и это произойдет. Ну, все равно не могу не спросить вас, как специалистов, что можно все-таки предпринять для того, чтобы не превратиться вот в эту Эмму, и, безусловно, для того, чтобы как-то профилактировать свои суставы и не прийти на замену. Может быть, звучит банально, но здоровый образ жизни – это все-таки правильный образ жизни. Я имею в виду правильное питание, достаточную физическую активность. Не говорю о достижениях большого спорта, а именно о ежедневной адекватной физической нагрузке на организм, начиная от банальной ходьбы. Ну, и совершенно правильный государственный подход относительно диспансеризации, и диспансеризация в этом году, как отдельный раздел программы обязательного медицинского страхования, диспансеризация работающего населения. Потому что человек работает, он занят тем, чтобы прийти на работу, выполнить то, что ему поручено, прийти домой, лечь спать, утром опять прийти на работу. И здесь очень важно уловить именно ту грань, то состояние, которое позволит путем каких-то минимальных лечебных воздействий вернуть человеку здоровье, когда у него все только-только начинается. Поэтому я наших зрителей призываю ответственнее относиться к вопросам диспансеризации, потому что это зачастую проще, быстрее, чем лечение в стационаре. Благодарю вас за время, которое вы уделили нашим зрителям. Спасибо вам. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин